Песня называется «Последний патрон». Я ее никогда не пел на публике, а сочинил ее чуть ли не в школе, или, может, в первые курсантские годы, когда мы учились в военно-инженерной академии Миндзержинского. Сегодня здесь присутствуют мои дорогие друзья-однокашники по этой академии. И вот тогда, ну не все мы, конечно, но я в частности, мы увлекались, конечно, белогвардейщиной. Когда оказалась вот эта белая романтика, вот со временем, не знаю, как опять все или не все, я лично немножко поумнел. Например, узнал, что кадровых офицеров, то есть те русские офицеры, которые стали военными еще до мировой войны в Красной армии, было значительно больше, чем в Белой. Просто уже потом вот эти новые офицеры, так сказать, из гражданских, которые в мировую войну поступили, да, там примерно равновесие получилось. А так, в принципе, профессиональные офицеры пошли в Красную армию. Но это не важно. Песня называется «Последний патрон». Если черные птицы заслонят небосклон, Мне еще пригодится мой последний патрон. Если те, кто любили, вдруг изменят свой дом, Мне поможет быть сильным мой последний патрон. Верьте символам веры, что до ныне вчера, Господа офицеры, господа юнкерам, Если трон пожатнется, станем грудью затрон. В супостата вопьется мой последний патрон. Вспыхнет старое знамя над Россией огнем, И опять юнкерами мы в атаку пойдем. А изменит фортуна и догонит свинец, Что ж военная юность не для слабых сердец. Золотые погоны мы носили не зря, Я последним патроном как судьбе доверял. Ну, а коль за границей и парижский притон, Мне еще пригодится мой последний патрон. Ну, а коль за границей и парижский притон, Мне еще пригодится мой последний патрон. Нет, я уже офицер рабочей крестьянской Красной Армии.